Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать в новое видео из путешествий. Чуть-чуть необычный формат, потому что обычно видео из путешествий снимают в самом путешествии. Но в этот раз все чуть-чуть по-другому, потому что выходные я провела со своей семьей. И вы сами понимаете, когда рядом люди, которых ты видишь, к сожалению, не настолько часто, хочется все время побыть с ними, не хочется бегать вокруг с камерой. Но я все равно поснимала очень много всего, что я сейчас в таком сидячем формате вам с удовольствием расскажу и прокомментирую и покажу фрагменты из нашего видео. Это видео о нашем коротком трипе буквально на выходные, на три дня с пятницы по воскресенье в Польшу в город Закопане для лыжного отдыха. У меня семья горнолыжников, и с самого детства родители привили мне и брату привычку каждую зиму хотя бы один раз кататься на лыжах. Так вот, постоянно, когда я еще жила в Украине, и мой брат тоже, мы каждую зиму ездили на неделю в Карпаты, в различные курорты, постоянно были в горах. Но с тех пор, когда я переехала в Германию, мой брат сейчас учится и живет в Польше, мы, к сожалению, не так часто имеем возможность вместе путешествовать, но все равно умудряемся кататься на лыжах. В прошлом году я со своей семьей каталась на лыжах в Грузии. Это было очень незабываемое впечатление и очень классная страна. Это был мой первый раз в Грузии. Но все равно хочется каждый год пробовать что-то новое, поэтому в этом году мы поехали в Польшу. По советам моего брата, который там уже был в Закопане пару раз, сам катался с друзьями на сноуборде. В этом году он настоял на том, чтобы мы приехали именно к нему в Польшу. Встречалась вся семья уже непосредственно в отеле в городе Закопане, но я со своим молодым человеком летела в Краков и оттуда добиралась на машине к самому отелю в Закопане. Сейчас вы увидите небольшой фрагмент именно из нашего путешествия на самолете и на машине в отель. Всем привет из польской территории! Мы уже прилетели в Краков и направляемся на машине в Закопане. К сожалению, в Закопане не существует прямых перелетов, поэтому мы из Мюнхена, Люфтканзе прилетели прямым самолетом, прямым перелетом в Краков. Перелет занял приблизительно час и десять минут. Ну, короче, довольно-таки быстрый перелет, но даже нас успели покормить. За это люблю Люфтканзу, не так, как, допустим, Ukrainian International Airlines, там даже водичку платно дают, поэтому Люфтканзе, конечно, намного приятнее. Так вот, прилетели мы прямым перелетом до Кракова. Сразу на выходе из аэропорта у нас была забронирована машина, и мы сейчас направляемся на авто в Закопане. Дорога где-то займет у нас приблизительно два часа, хотя ехать всего 110 километров отсюда, из Кракова, от аэропорта. Но проблема в том, что там будут горные дороги, и там можно с маленькой только скоростью ехать будет. Цены на машину вообще нас очень шокировали. Нам автомобиль обошелся за четыре дня в 24 евро. Вы можете себе представить просто, в Мюнхене я арендовала с девчонками, допустим, поездить там по озерам, к Нышванштайну, такое, покататься на один день стоило 60 минимум. А здесь на четыре дня 24 евро. Называется Green Motion. Это компания по аренде авто, и мы действительно очень довольны сервисом в плане сдачи машины, вот как нам ее сейчас сдавали, заполнение документов. Мы посмотрели полностью, запротоколировали все царапины на автомобиле. И чувак даже пофоткал полностью каждый сантиметр машины на свой фотоаппарат. Актуальные фотографии, чтобы потом сравнить, потому что мы будем машину отдавать в 4 утра. И там никого не будет ее перепроверить. Ну, в общем, у ребят очень индивидуальный подход, очень круто. Пока мы довольны, но это наш, так сказать, первый час в этом авто, поэтому посмотрим, что будет через 4 дня. Ну, в общем, и мы сейчас направляемся в Закопаны. Как обычно, пробки в больших городах. Кстати, тоже разница в температуре. У нас в Мюнхене было плюс 7, плюс 8 утром. Сегодня у нас на календаре 22 февраля. И мы прилетели в Польшу, а здесь минус 7. Хотя нам работник этой сдачи автомобилей, аренды автомобилей фирмы, сказал, что вчера было плюс 15 в Кракове. Вы можете представить такую разницу? Ну, а там, куда мы направляемся, будет на выходных аж минус 10. Короче, я не знаю, как мы будем кататься на лыжах, чтобы у нас не пообмерзали щеки. Поэтому, надеюсь, на выходных у нас всего 2 дня есть покататься. И мы очень будем рады хорошей погоде. Ну, как я и сказала, в самом отеле мы уже ничего не снимали вживую. Поэтому я вам просто сейчас буду рассказывать и сверху накладывать картинки для того, чтобы вы лучше смогли воспринять информацию. Сначала начну про отель. Отель наш назывался Мурованица или Мурованица. Бронировали мы его на сайте booking.com, на котором я, в принципе, всегда бронирую отели для отдыха в 99 случаях. Этот отель нам обошелся в 80 евро в ночь, но со всей комнаты уже, то есть на двоих. Сам отель нам безумно понравился. Хотя изначально мы скептически отнеслись к тому, что у него всего 3 звезды. Очень часто в Европе 3 звезды означает, может быть, даже какой-то реновированный хостел. И мы совсем не ожидали получить то, что мы в итоге увидели. Стоит отметить, что этот отель это отличная опция для тех, кто едет в Закопаны именно кататься на лыжах. Из всех отелей в Закопаны именно этот отель самый близкий к горе, к подъемнику. Не считая того, который прям у подъемника находится, но он там только один, более-менее такой старенький и всегда забит. Так вот, наш отель Мурованица оказался прям люксус отелем. Начнем с того, что совершенно без проблем мы заехали в парковку, там не было никаких нишлагбаумов. То есть автоматически заезжаешь в парковку, не нужно никуда вставать, выходить, брать билетики, что было очень удобно, поскольку мы приехали среди ночи, были уставшие. И в основном на рецепции среди ночи тяжело кому-то дозвониться. Паркинг мы забронировали заранее. При бронировании отеля там на букинге была возможность забронировать себе парковочное место, стоило это где-то 8 евро за день. Расскажу наше впечатление о комнате. Мы были очень удивлены, когда открыли дверь этого отельного номера, и перед нами открылась прям полная квартира. Там есть кухня со своей плитой, с холодильником, с кофемашиной. Даже капсулы давались бесплатно, как welcome drink. Была вода, тоже бесплатно. Был, конечно же, свой туалет-душ, была своя терраса. К сожалению, зимой на ней нельзя поотдыхать. Но я думаю, тем, кто поедет именно в теплое время года в Закопаны, что тоже, кстати, является очень крутым отдыхом на природе, я думаю, что на этой террасе в этот период можно действительно насладиться свежим воздухом и этим благоуханием и запахами цветов. Так вот, у нас была king-size bed, телевизор, даже такой лаунж-сет, как кушетка со столиком, то есть полная, полноценная квартира. Это было очень приятное удивление. И, кстати, из-за этой кухни мы даже никогда не брали завтрак. Мы всегда завтракали дома, мы могли приготовить себе завтрак в своем номере, и поэтому мы экономили на завтраках. Но, в принципе, завтраки стоили, по-моему, 13 евро с человека, и по отзывам на букинге они были неплохие. Наши приятные впечатления еще больше увеличились, когда в шкафу для верхней одежды мы нашли на полочке два банных халата, таких мягких, знаете, пушистых, больших, и мы поняли, ага, теперь можно пойти в спа. В спа-секции нас ждали две сауны, большой бассейн и также джакузи с подсветкой, там, со всякими режимами бульбашек, ну, в общем, все по высшему классу. И также там даже был смотритель такой вот security, который присматривал за детьми, которые плескались в бассейне. Также он, когда никого не было в джакузи, он подходил, выключал, типа экономил энергию, ну, в общем, всегда присматривал за этой территорией спа. Мы пришли в это спа со своими полотенцами, что на самом деле было совершенно бесполезно, потому что внизу там выдавались чистые полотенца, такие большие специальные сауны и полотенца каждому, поэтому мы тоже посчитали это очень приятным бонусом. Да и вообще иметь такой спа-уголок после целого дня, проведенного на горе, занимаясь спортом, это было очень приятно и расслабляюще. Также, что немаловажно, и что делает этот отель отличной опцией для именно лыжников и сноубордистов, то, что в этом отеле была отдельная комната на первом этаже с сушилкой и полочками специально для оборудования, и можно было там оставить свои мокрые перчатки, мокрые там шапки, положить, посушить. И мне также понравилось, я такого еще никогда не видела, в вот этой комнате, где хранились лыжи, сноуборды посетителей, и также ботинки лыжные. Они одевались на такие палочки, торчащие из стенки, специально построенные, и эти палочки издавали теплый воздух. Поэтому, если ты на них надеваешь ботинки на ночь, утром, когда ты заново одеваешь свои ботинки, идти на гору, у тебя очень теплые такие сухие ботинки, это было очень приятно. По поводу еды, как я уже сказала, завтраки мы не пробовали, поэтому не могу ничего субъективного о них сказать, но по поводу ужинов, хочется отметить то, что мы всегда ходили в разные места, и поскольку закопанный город небольшой, в принципе, на такси от нашего отеля в центр города занимало буквально минут 8 или 10, и стоило до смешного дешево, и в городе было очень много альтернатив и разных опций покушать. Но не забывайте, что в городе цены всегда намного дороже, чем где-то в не таком людном месте. Поэтому нам вообще безумно повезло, что возле нашего отеля было два ресторана, точнее, один ресторан и столовая, в которых цены были буквально в три раза дешевле, чем в ресторане в центре. Еда очень вкусная, польская национальная кухня, очень похожа на украинскую, поэтому также случился чуть-чуть момент ностальгии по дому, но нужно быть внимательным и не переедать, потому что порции очень большие. Это, конечно же, хорошо, но с другой стороны, если потерять контроль, то можно так наесться, что в следующий день будет тяжело кататься. Так мы перешли плавно к теме катания. Родители и мой брат приезжали со своим оборудованием, а мне и моему молодому человеку нужно было брать в аренду. Аренда очень удобная, прямо у подъемника главного. Мы туда приехали из отеля на такси. По времени это заняло три минуты, это было действительно очень близко и очень дешево. Затем мы сразу направились туда в аренду. Это такой небольшой магазинчик, очень всегда полный людей. Все что-то копошатся, меряют там ботинки, настраивают крепления. В общем, нам аренда полного комплекта лыжи, палки и ботинки обошлось в 20 евро с человека в день. По поводу подъемников. Существует один билет, который действителен на все подъемники. Включая самый первый подъемник, самый длинный, это гондола называется. И она, это большой такой как вагончик на 60 человек. И каждые 10 минут запускается порция людей, чтобы поднять на самую верхушку горы. Так вот, билет вообще на подъемнике стоит 30 евро в день с человека. По этому билету можно подняться два раза на вот этой большой гондоле, на большом подъемнике. И бесконечное количество подъемов наверху, на двух подъемниках, находящихся наверху. Я говорю два подъемника, потому что там было два спуска. Один спуск был, получается, на фронтальной стороне горы. Это более короткий спуск. Мне он, если честно, показался чуть-чуть скучным, потому что ты больше едешь на подъемнике по времени, чем спускаешься вниз. Это, в принципе, везде так, но просто как-то это очень короткий спуск. Ты даже не успеешь словить кайф. Второй вариант, это от вот этого большого подъемника поехать не сюда вперед, а назад, за гору. Там, получается, вторая трасса. Эта вторая трасса, она сама по себе подлиннее, где-то раза в три она длиннее. А также на ней, получается, не лысая гора, а на ней есть такие лесочки, промежуточки, такие участки с лесочком. Или также с такой неровной горой типа трамплина, там, где можно набрать скорость, пролететь с ветром в волосах. Важно отметить то, что все вот эти спуски, они не сложные. То есть даже новичку, который не уверенно очень стоит на лыжах, там будет также комфортно. Но хочется отметить, что и тому, кто катается очень долго уже в своей жизни, все равно было не скучно. По очередям, кстати, мы были тоже довольно-таки удивлены, потому что это был выходной день, два выходных дня. Погода была в первый день безумно крутая, солнечная, вообще ветра не было, очень приятная лыжная погода, и людей совсем не было. Ну, то есть они были, но вот это время ожидания стоять в очереди вообще пролетало незаметно. То есть для лыжников это очень важно, когда, понятное дело, никогда не будет вообще пустая гора, всегда будут люди. Но вот этот эффект, что ты больше помнишь спуск, чем твою простойку в очереди, это очень важно. По поводу погоды, ну что я могу сказать, она переменчивая, мне кажется, везде нет ни одного лыжного курорта, где можно сказать, да, погода всегда классная. То есть у нас было два полных дня, которые мы провели на горе. Первый день суббота было очень-очень, как я уже говорила, солнечно и совершенно неветрено, было очень приятно кататься. На второй день все затянуло туманом, чуть-чуть потеплело, и из-за этого был такой типа моросящий дождь, но на самой верхушке этот дождь был такими кусочками льда, и он фигачил так по лицу больно, ну что прям вообще было невозможно, и нужно было закутываться и маски надевать. Но мне кажется, такие моменты могут произойти действительно на любом лыжном курорте, поэтому мы не придали этому значения, а просто катались, наслаждались моментом, кушали. По поводу еды на горе, на самом верху, куда приезжает гондола, там есть небольшое кафе, но предупреждаю сразу, там в три дорого, там очень дорого. Мы за завтрак заплатили там бешеные деньги, чуть ли не 15 евро с человека, за какой-то компот и сосиску. Но когда мы поехали на вот эту заднюю трассу, которая более длинная, там у подъемника есть тоже кафешка, такая как деревянный такой домик, и именно с польской едой национальной. Там были теплые всякие супы, и сосиски, и хот-доги, но в основном было очень много польских именно блюд, поэтому мы перепробовали все, но стоит также отметить, что цены там туристические, то есть цены дешевле, чем в самом высоком кафе, но все равно дороже, чем в городе покушать. Короче, подведем итог. Нам безумно понравилось. Это были очень приятные выходные, очень милый городок, который до сих пор еще украшен новогодними украшениями. Очень мало иностранных туристов. Я обратила внимание, что вокруг были только поляки. Поляки, работающие в сервисе, и поляки, отдыхающие на этом курорте. Я никого не встретила, кто говорил бы на другом языке, кроме польского. И это не только среди туристов, а также и среди работников магазинов, ресторанов. Либо это были украинцы, которые как бы с нами на нашем языке объяснялись, либо поляки, которые уперто не хотели говорить на английском. Вопрос, вернулась бы я снова? Да, но не больше, чем на такие вот длинные выходные. Максимум 3-4 дня, что я могла бы высидеть именно вот этой обстановке на одном и том же месте, без возможности сменить гору, сменить спуск. Если вы лыжник или сноубордист, и вы заинтересованы в хорошем европейском отдыхе за более-менее приемлемую цену, не как в Австрии и Германии, я вам очень советую Польшу, если вы еще не были, советую попробовать и самим сделать выводы. Мне лично понравилось, я совершенно не жалею, что вы поехали в этом году именно туда. В следующем году хотелось бы испытать какие-то новые места, но самое главное, что не осталось совершенно никаких негативных впечатлений. Нам очень понравилось. Кстати, секундочка полезности. В этом путешествии мы протестировали новую подушку, которую мы купили совершенно недавно. Она от фирмы, боюсь неправильно произнести, я вам просто напишу внизу название и дам ссылку на этот сайт. Это вообще сайт, который занимается полностью атрибутами для путешественников. У них есть там очень разные и адаптеры, и подушки, и чехлы, и всякие сумочки. Все для путешествий. Поэтому, я думаю, вы там всегда найдете для себя что-нибудь такое, что вам обязательно пригодится. Так вот, про эту подушку, она очень удобная. У меня есть другая подушка для сна в самолете, но такой я еще не видела. Точнее, я видела их в продаже, но никогда не тестировала. Это оказалось очень удобно. Вот эта позиция головы, она находится очень в натуральном положении. Из-за этого, в силу того, что голова не забрасывается назад, как-то очень быстро засыпается и чувствуется очень комфортно. Нет никакой боли, никакого тянущего ощущения в спине или шее. Очень приятный материал. Также эта подушка выполнена внутри, под этим чехлом, который, кстати, тоже снимается и можно стирать. Эта подушка запоминает вашу позицию и вашу позу, так сказать. И за счет этого она еще более удобно ложиться прямо по форме шеи и головы. В общем, ребят, я очень-очень вам ее советую. Я вам оставлю, как я уже говорила, ссылку внизу. Мне кажется, без такой подушки ни одно путешествие не обойдется. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно вам принесло позитивные впечатления, что оно было вам, возможно, где-то полезным. Если это так, не забудьте поставить палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также подпишитесь на мой инстаграм, потому что там я бываю намного чаще. Спасибо вам огромное за просмотр. И мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Целую вас. Пока!